МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Яна Владимировна, совсем недавно мне пришлось столкнуться с очень неожиданной трактовкой понятий обязательное страхование и добровольное страхование. Давайте еще раз напомним, чем все-таки они отличаются. Давайте. Обязательный вид страхования установлен федеральным законодательством. И мы, являясь юридическим лицом, обязаны исполнять требования федерального законодательства. Добровольный вид страхования, он дает возможность и право работодателям, юридическим лицом заключать данные виды страхования, но не обязывает. Общество может заключать добровольные виды страхования, а может не заключать добровольные виды страхования. Вот в чем отличие. Там, в данном случае, в первом – это обязанность, во втором случае – это право выбора. «Газпром», в том числе «Газпром добычи на дым», являясь дочерним обществом, уделяет особое внимание проблеме страхования всего имущественного комплекса. «Газпром добычи на дым» является социально ориентированной компанией. Поэтому в задачи нашего общества входит обеспечение социальной защищенностью работников нашего общества с целью их поддержания профессионального уровня долголетия и обеспечения здоровья. Есть еще индивидуальное добровольное. Чем оно отличается от обязательного добровольного? Индивидуальное добровольное страхование – это также добровольный вид страхования. Но здесь работник сам страхует себя. Таким образом, он выступает в качестве страхователя, заключает самостоятельно договор. Также он может застраховать всех своих членов семьи. Индивидуальное добровольное медицинское страхование осуществляется на такие случаи, как повышение социальной защищенности в первую очередь, накопление финансовых средств для оплаты дорогостоящих видов лечения при критических заболеваниях. И, если говоря проще, то это вхождение работника в социальную программу совместную, которую проводит работодатель. В коллективном договоре «Газпромдобыча над им» четко прописано, что компания обязуется осуществлять страхование добровольное работников от несчастных случаев на производстве. Вот в чем конкретно оно заключается? Договор страхования работников от несчастных случаев и болезней – это добровольный вид. Этот данный вид договора является дополнением к обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве. Договором предусматривается покрытие страховое, и в том числе, когда сотрудник идет на работу. Страховым покрытием по договору является это травмы и отравление. А договор обеспечивает сотруднику также социальную защищенность. Можете примеры страховых случаев на предприятии привести? Ну, например, человек идет на работу, работник общества «Газпромдобыча над им» в определенный период, до двух часов до начала работы, и так как скользко, упал, подскользнулся, получил перелом ноги, вывих руки. В данном случае сотрудник является нетрудоспособным, обращается за оказанием медицинской помощи в поликлинику, в больницу, находится там на стационаре или лечится дома. И после его выписки из больничного предоставляются определенные договором документы. Документы направляются в страховую компанию, и страховая компания рассчитывает страховые выплаты и осуществляет непосредственно работнику. Таким образом, работник получает единовременные выплаты, кроме выплат по больничному листу. Насколько полно оплачиваются такие страховые случаи? По условиям договора, заключенного со страховой компанией, прописаны определенные проценты, определенные размеры страховых выплат. Поэтому рассчитывает все выплаты страховая компания. И, как я уже сказала, осуществляет их работнику. А страховка у всех одинакова, или люди, связанные с опасными работами, по-другому оплачивают? Значит, у нас страхуются работники по одинаковым условиям. У всех одинаковые условия страхования. Независимо от рабочих профессий, занимаемых должностей. Но работники, которые работают на производственных объектах, относящихся к категории опасных объектов, они дополнительно застрахованы в рамках договора обязательного страхования опасных производственных объектов на случай аварий на этом объекте. По данному договору, также в соответствии с законодательством, установлены предельные размеры получения работниками страхового возмещения. Яна Владимировна, а возрастные ограничения существуют и в каких случаях? Нет, ограничений возрастных не существует. У нас застрахованы все работники общества. А были ли какие-то случаи, когда работник незаконным способом пытался получить страховку? Ну, вы знаете, во время моей работы таких случаев не выявлено. Тем более, что направление на лечение у нас осуществляется только после рассмотрения документов медицинской комиссией, созданной у нас в обществе. Как правило, направляются на лечение. Это, в первую очередь, необходимое экстренное хирургическое вмешательство. Кроме того, есть еще у нас комиссия, тоже созданная в обществе, которая рассматривает необходимость направления на дорогостоящие виды лечения и приобретение дорогостоящих медикаментов. А все ли предприятия готовы подписаться на добровольное медицинское страхование или это только задачи социально ориентированных компаний? Ну, вы знаете, я здесь вам хочу, чтобы дать полный ответ, немножечко вот зачитать такую фразочку, и чтобы понятно было всем, что здоровье сотрудников – это не менее важный ресурс, чем их опыт и квалификация. И в этой связи «Газпром» в обязательном порядке формирует и проводит активную социальную политику, важной частью которой является добровольное медицинское страхование сотрудников. Добровольное медицинское страхование сотрудников является элементом социального пакета, позитивным штрихом к фирменному имиджу и частью корпоративной культуры нашего общества. Наше предприятие уделяет особое внимание этому направлению, потому что большая часть сотрудников не только трудится в суровых климатических условиях, но еще и проживает здесь. Поэтому имеются психологические факторы, которые связаны с местом работы, удаленностью рабочих мест. А каким образом предприятие отчисляет денежные средства на добровольное страхование? Заключаются ежегодно договоры страхования со страховой компанией, которая была отобрана по результатам конкурсных процедур. Размеры страховых премий рассчитываются исходя из численности сотрудников, это то, что касается личного страхования, и от размера премий, которые установлены в соответствии с правилами и в соответствии с конкурсной документацией. Таким образом, на основании заключенных договоров общество перечисляет денежные средства на расчетный счет страховой компании, страховые взносы. Хочу сказать вам, что объем страховых взносов общества по добровольному медицинскому страхованию в 2014 году составил 340 миллионов, а в 2015 планируется уже 358 миллионов рублей. А случается ли так, что стоимость медицинских услуг полученных работников превышает страховой взнос? Нет, такого не случается и случиться не может, так как условием договора предусмотрен общий лимит ответственности, а также предусмотрены индивидуальные суммы для категории застрахованных лиц. Общий размер страховых выплат не может превышать размера, уплаченный обществом страховой премии. Яна Владимировна, а какие программы добровольного медицинского страхования предусмотрены в договоре? Договором предусмотрено 4 программы страхования. Программы основываются как на базисных, так и на специализированных условиях. По данным программам можно получить следующие виды медицинских услуг. Это амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стоматологическая помощь, помощь на дому. Это неотложная и скорая медицинская помощь. Это амбула-стационарная помощь. Это то, что при необходимости хирургических вмешательств либо обследования. Это санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение. А также это дородовое наблюдение и родоспоможение. А вообще насколько обширна работа отдела страхования? Ну тут необходимо отметить, что отдел страхования является совсем, если можно так сказать, молодым отделом. В плане того, что по решению руководства общества отдел создан только с 1 января 2013 года. И в задачи отдела входит организация и обеспечение непрерывной страховой защиты имущественных интересов общества, мониторинг ее эффективности, организация и обеспечение личного страхования сотрудников, заключение договоров и их сопровождение, организация эффективной системы компенсации финансовых убытков и минимизации последствий от наступления страховых случаев. Ну это самые основные, которые возложены задачи на отдел страхования. Газпром добыча на дым относится к категории предприятий повышенной опасности. Его объекты застрахованы? Обязательно должны быть застрахованы наши объекты, которые относятся к категории опасных производственных объектов. Объекты, относящиеся к таким категориям, страхуются в соответствии с федеральным законом 25 июля 2010 года номер 225 ФЗ. Это обязательный вид страхования, который предусматривает страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц. Яна Владимировна, а по каким видам страхования обеспечивается страховая защита имущественных интересов общества? В Газпром добычи на дым осуществляется страховая защита по 9 видам имущественного страхования, в том числе 3 вида опасного, в том числе 3 вида обязательного страхования. К ним относятся страхование опасных объектов, как я сказала, страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, проще говоря, ОСАГО, и третий вид – это страхование гражданской ответственности перевозчика. Также осуществляется страховая защита по 4 видам личного страхования. Кроме того, Газпром добычи на дым является выгодоприобретателем в части арендованного имущества. В таком случае при наступлении событий, имеющих признаки страховых, мы, как выгодоприобретатели, должны обеспечить урегулирование данных страховых случаев. На нас возлагается обязанность проводить со страховой компанией комплекс мероприятий, направленных на получение страхового возмещения. Яна Владимировна, какова главная цель страховой защиты общества? Главная цель – это бесперебойное и непрерывное страхование имущественных интересов общества. Это, конечно, выполнение требований федерального законодательства в области обязательного страхования. И это, конечно, повышение уровня социальной защищенности работников общества путем заключения договоров добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев и болезней. А от каких рисков страхуются имущества предприятий? Имущества предприятий застрахованы на случай повреждения, гибели или прямой утраты. Базисно говоря, это страхование от всех рисков. Кроме того, договорами предусмотрены дополнительные расходы, которые возмещает нам страховая компания. И какова процедура страховой защиты? Наша процедура страховой защиты начинается с того, что мы, конечно, сначала планируем. Мы смотрим необходимость, мы проводим мониторинг. Вторым этапом идет заключение договоров, соответственно, планирование расходов. И третий этап – это, конечно, контроль за исполнением договоров страхования. Яна Владимировна, если с работником что-то произошло, куда ему обращаться? В первую очередь работник должен незамедлительно принять все меры для того, чтобы обратиться в поликлинику, вызвать скорую, получить первую медицинскую необходимую помощь. Потом работник должен сообщить к себе на место работы, в филиал, где он работает, о том, что с ним произошло. Ответственные в филиале сотрудники направляют нам по установленной форме заявление, когда, где и что произошло с сотрудником. Данное заявление направляется в страховую компанию. И страховая компания принимает это заявление и рассматривает данное событие в качестве страхового случая. После того, как сотрудник пролечился, вышел на работу, ему необходимо подготовить пакет документов. Во всех филиалах сотрудники, ответственные за данное направление работы, знают, какие документы. Поэтому окажут помощь всегда, всегда могут позвонить нам. Мы, соответственно, окажем какую-то консультативную помощь. И мы этот данный пакет направляем в страховую компанию для того, чтобы сотрудник мог воспользоваться данным договором, условием данного договора, ну и, соответственно, получить компенсационные выплаты. Яна Владимировна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был начальник отдела страхования «Газпромдобыча на дым» Яна Калиновская. А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова